Здравствуйте! Это программа Вести интервью. Сегодня наш гость, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашии, Сергей Павлов. Сергей Петрович, здравствуйте. Добрый день. Ни для кого не секрет, что задержан министр экономики страны Алексей Валюкаев. Как вы считаете, значит ли это, что теперь в регионах, в том числе и в Чувашии, начнется такая вот тоже тотальная какая-то чистка и начнутся какие-то такие тоже уголовные дела на высокопоставленных чиновников? Ну, на борьбу с такими лицами нас, в принципе, ориентировали давно, начиная где-то с 2008 года, когда, в принципе, объявили борьбу с коррупцией на уровне руководителей страны, объявили об этом, приняли соответствующий закон о противодействии коррупции. И я бы не сказал, что именно с этого периода борьба пошла с момента, как в Москве некоторые высокопоставленные чиновники были задержаны. Мы всегда этими чиновниками, так скажем, нечистыми на руки боремся и будем бороться. По данным председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Марии Баст, Чувашия занимает пятое место в России по корруппированности. Вот все-таки с чем это связано, как вы думаете? В разных регионах действительно ситуация разная. Я бы не сказал, что у нас Чувашия в разы отличается, мы отличаемся коррупцией, то есть у нас такой высокий уровень коррупции, смотря с кем сравнивать. Допустим, с тем же Статарстаном мы вряд ли сравнимся. Все-таки там больше бюджетных денег, больше лазеек для коррупционеров, поэтому я считаю, что там коррупция все-таки выше. Ну, мы, наверное, если говорим о нашем регионе, об округе, сравниваемся с Ульяновской областью, с Мариел, с Пензенской областью. Ну, примерно у нас одинаковые цифры по коррупции и по взятничеству. Поэтому я бы не сказал, что Чувашия — это такой коррумпированный регион, и у нас выявляются такие преступления в более таких больших масштабах. Вот. Примерно везде одинаково, я бы так сказала. Ну, может быть, это кажется вот так вот со стороны, да, вам действительно виднее, что у нас то на одного чиновника дело заведут, да, то другого главу администрации уволят, потому что действительно началось какое-то уголовное преследование. Вот все-таки это действительно активная работа правоохранительных органов? Либо вот у нас в регионе все-таки, ну, менталитет такой, либо вот наши чиновники как-то вот такие нечистые на руку? Ну, да, действительно, все-таки правоохранительные органы, они нацелены на эту борьбу, то есть мы более активно с этими явлениями боремся. Поэтому результаты, они, как говорится, есть. Вот. И на слуху вот фамилии этих руководителей, вот, допустим, не так давно были привлечены к ответственности руководителей налоговой службы, миграционной службы республики, то есть довольно-таки высокого ранга лица. Сейчас привлекаются к уголовной ответственности бывшие руководители Центра занятости республики. Это результат работы правоохранительных органов. Давайте, действительно, может быть, вот за этот год вот вспомним, да, вот все-таки какие-то самые громкие такие коррупционные дела? Ну, я уже назвал самое коррупционное дело. Это вот Сергей Викторов в отношении вот этого чиновника. Дело, конечно, сейчас рассматривается в суде. Вот, закончено расследованием, который получал откаты за государственные контракты. Вот, там сумма откатов примерно около 250 тысяч рублей. Вот. Ну, вот это одно из последних громких дел в республике. А дело, связанное с заместителем министра спорта? Ну, оно не коррупционное дело, оно общеуголовное дело, поэтому мы не относим это дело к коррупционному. Вот вы предупредили мой вопрос, да, все-таки коррупция вот у нас ассоциируется, да, все-таки в головах людей и с мошенничеством, и со взятками. Вот все-таки что есть действительно коррупция? Что туда включается? Ну, само понятие оно дано в федеральном законе о противодействии коррупции. Ну, если так двумя словами сказать, мы понимаем под этим использование своего служебного должностного положения чиновникам и извлечение выгоды. То есть у чиновника должен быть корыстный мотив. Вот если эти два момента присутствуют в действиях чиновника, то это коррупция. Если этих моментов нет, то мы не говорим о коррупции. Есть другие составы преступлений, общеуголовные преступления, либо правонарушения, но не коррупции. К вопросу о коррупции еще немножко попозже вернемся, а пока хотелось бы спросить вот о чем. Вот смотрите, многие дела, даже связанные с теми же самыми коррупционными преступлениями, вот когда мы смотрим само дело, да, видим состав, что года, ну, достаточно далекие, да, предыдущие. А как все-таки это выявляется? Почему это выявляется, ну, вот через несколько лет, да, по прошествии лет? Ну, не все дела такие, но ряд дел действительно, они выявляются по прошествии лет. Ну, с чем связано? Наверное, связано с тем, что не всегда граждане обращаются своевременно. Значит, если чиновник занимает какое-то положение, действительно, есть опасность, опасаться его каких-то моментов преследования, ущемлений, прав, если, допустим, работники состоят в трудовых отношениях, естественно, они боятся, что его уволят, в конце концов, за предоставление сведений правоохранительным органам. Ну, вот одна из причин нам такая, потому что граждане сообщают поздно об этих фактах. Ну, тем не менее, правоохранительные органы нацелены на то, чтобы все сообщения проверять, естественно, они проверяются, дается им оценка соответствующая, в ряде случаев возбуждаются уголовные дела. Ну, с другой стороны, наверное, это все-таки недоработка правоохранительных органов. Все-таки уголовные дела надо выявлять своевременно, потому что зачастую бывают уже последствия, нанесен ущерб государству, либо гражданам, и этот ущерб порой не возмещается, и возникают такие сложности и трудности. Ну, мы работаем над этим, чтобы более как бы своевременно реагировать на такие вещи, более активно выявлять эти преступления. Работаем. А все-таки чаще причиной вот действительно более пристального внимания к тому или иному человеку становится какая-то жалоба на него? Ну, надо понимать, что, в принципе, все чиновники крупного ранга, они как бы потенциально интересны, если можно так сказать, для правоохранителей. То есть отслеживается их деятельность, значит, по службе, вот. А в других случаях действительно есть и жалобы, и заявления граждан. Ведь они в силу своих должностей решают какие-то глобальные вопросы, поэтому вот таким образом выявляется. Вы уже заговорили про ущерб, и как раз-таки тоже бы хотела спросить, вот по итогам 2016 года, да, по предварительным итогам, все-таки удалось ли какую-то сумму, которая была как-то незаконно использована, все-таки вернуть в бюджет? Ну да, действительно такая цифра существует. Возмещен ущерб в республике по итогам 9 месяцев на сумму 30 миллионов рублей. Но реально нанесен ущерб, он намного больше. Мы возмещаем ущерб в пределах 30% от нанесенного ущерба. Конечно, цифра небольшая, мы работаем над тем, чтобы увеличить эту сумму, чтобы с чиновников взыскивать нанесенный ущерб, предъявляя миски в суд. Вот, разъясняем, что необходимо добровольно возмещать, так как это влияет в последующем на вынесение приговора, то есть на судьбу чиновника. Поэтому этот вопрос действительно очень злободневный. А вот смотрите, тоже смотрела данные за 9 месяцев, да, и такой интересный мне показался фактор, что большое количество дел, даже наибольшее, наверное, оно связано именно с вопросами землепользования. Почему вот именно вопросы земли оказываются настолько коррупционными? Ну, что у нас осталось приватизировать? Земля, наверное, да. Поэтому то, что вот под ногами, как говорится, зачастую эти преступления выявляются в сельских поселениях, главам предоставлена, значит, возможность выделения земель. Вот, зачастую они фиктивные, значит, справки выдают о том, что гражданину предоставлен земельный участок, в последующем гражданин регистрирует этот земельный участок, распродает и так далее, и так далее. То есть вот как раз выявляются такие преступления в большей степени на уровне сельских поселений. Сергей Петрович, а вот смотрите, я знаю, что ваше ведомство занимается еще и изучением вот деклараций, да, сведения о доходах, которые подают наши высокопоставленные лица. Вот все-таки сведения, которые там, чаще, это какие-то, ну, вот, может быть, допущены технические ошибки, либо действительно выявляются какие-то, ну, вот такие вопиющие факты? Ну, в последние годы, да, вы правы, это действительно больше технические ошибки выявляются. Все-таки чиновники научились указывать свои сведения о доходах, о расходах. Ну, наверное, здесь профилактирующую роль играют и органы прокуратуры. Все-таки мы и реагируем на такие факты. А за грубые нарушения этих требований закона предусмотрено увольнение в связи с утратой доверия. То есть довольно-таки вот такие жесткие наказания, видимо, они играют свою профилактирующую роль. И последние годы таких грубых нарушений, в принципе, мы не выявляем. Но они есть единичные, не указывают крупные покупки, допустим, не указывают место жительства и так далее, и так далее. Такого рода нарушения. Ну, и вопрос такой от обывателя, скажем так, да? Мы говорили уже о коррупции и о том, что в нее включается. Ну, вот условно говоря, если рядовой человек, наш зритель, допустим, захочет кому-то из чиновников, ну, допустим, в знак благодарности на день рождения условно подарить дорогостоящую книгу. Вот такой реальный жизненный пример. Все-таки это уже будет считаться взяткой, это будет считаться коррупцией, либо, ну, в данном случае это просто такой жесть доброй воли? Да, есть такая проблема, есть такой вопрос, действительно, часто задают и в школах, и в учебных заведениях. Ведь зачастую те же студенты идут на экзамены с букетами цветов, может, с какими-то более дорогостоящими вещами. В школу мы отправляем детей с букетами цветов. Ну, здесь, в принципе, мы криминала не видим. Если это дарится чистосердечно, как сказать, уважая этого руководителя, то здесь никаких нарушений не имеется. Но если это дарится под условием, под каким-то, вот, то есть чиновник говорит, я тебя повышу по службе, там, не накажу, или еще какие-то выгоды материального, имущественного характера, а вы мне за это, допустим, подарите такой дорогостоящий подарок, юбилею, допустим, то здесь вопрос. То есть подарки бывают разные. Но есть требование закона, все подарки должны сдаваться государству. Во всех ведомствах, организациях, сельских поселениях, везде разработаны специальные правила сдачи этих подарков. Вот. Но в последующем чиновник может выкупить эти подарки. Есть также такое требование закона. А сдают все-таки? Да, сдают. Были такие факты, есть. Но их немного. В принципе, у нас подарками не увлекаются чиновники. И мы их ориентируем на то, чтобы лучше не получать эти подарки, дабы потом не возникали вопросы. Ну и тоже к вопросу об образовании. Да, вот вы упомянули по поводу взяток в образовательных учреждениях. Одно время, я тоже помню, это было очень актуально, да, и много было дел. Вот сейчас это все-таки волна пошла на спад, как считаете? Ну, к сожалению, встречаются эти дела. И сейчас вот находится в производстве одно такое дело по одному из вузов города Чебоксары. Вот, когда преподаватель вымогал денежные суммы за представление зачета студента. То есть время от времени эти дела все-таки возникают. Ну, может, не в таких больших масштабах, как раньше было. Но, видимо, тоже играет наша роль профилактирующая в этом плане. Поэтому этих преступлений меньше. Спасибо большое, Сергей Петрович. Приходите к нам еще на интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.